Приветствую вас, если вкратце, то ответ на ваш вопрос достаточно прост. Вам нужно занять себя, вам нужно сделать что-то для себя, вам нужно переориентироваться на себя и искать способы получения внимания и заботы самостоятельно, без участия вашего мужа, который, судя по всему, не может вам дать того, что хотите. То есть, молча и с улыбкой вы сможете нормально себя вести только в том случае, если озаботитесь как-то вот тем, да, чтобы реализовать то, что вам нужно. Вряд ли здесь могут быть какие-то другие варианты. Вряд ли здесь может быть что-то еще. В противном случае будет то, что сказала моя коллега Гузель. В противном случае будет вытеснение. Это если вам отвечать на вопросы, ну, скажем так, прямо. Но, позвольте мне спросить у вас, есть ли у вас реальная возможность доверять своему мужу? То есть, что позволяет вам думать, что человек действительно реально поменяется и действительно реально станет другим? Вот период, что вас толкает на то, чтобы так думать. Какие моменты? Вы действительно считаете, что человек может измениться, значит, по прохождению какого-то времени? Вы действительно считаете, что он может быть другим по прошествии какого-то времени? И вот здесь, конечно, есть вот этот вот момент, согласно которому я бы сказал, что вы надеетесь на то, чего скорее всего не будет. Вот. Не то, чтобы я пытался вас как-то отговорить, но... Просто мне бы хотелось, чтобы вы вот, ну, рассказали более подробнее о том времени, в течение которого собирается меняться ваш муж. Муж. Что это за время? Что это за время? Какое это время? Какое это время? Чем оно особенно, это время? Что в нем такого особенного в этом времени, что после этого человек обязательно изменится. Далее. Далее. Далее момент такой. Понимаете ли вы, что своего мужчину вы, ну, скорее всего, не любите? Хотите ли вы строить отношения на нелюбви? Вот. Почему не любите? Да? Да? Можно задать вопрос. Почему не любите? Не любите вы, потому что вы не принимаете его таким, как он есть и хотите его поменять. Именно поэтому я бы и сказал, что вы его не любите, потому что нет принятия, полного принятия человека. И, соответственно, если нет полного принятия человека, то нет и искренности в отношениях. И, собственно, здесь я предлагаю вам подумать о том, чего вы хотите для себя и для своей, например, семьи, будущей семьи. То есть хотите ли вы свои отношения строить именно на, ну, на нелюбви, на непринятии. Вот. Вот мне думается, что на этот вопрос вам стоит ответить. Вот. Ну и, конечно, очень важный момент заключается в том, что вы встретили мужчину, он вот такой был с самого начала. Да? То есть, ну, вот такой, такой неласковый, да, там, незаботливый и так далее. Вот. Он всегда был такой, но вы все равно почему-то с ним были в отношениях. Вот. Вот это, конечно, тоже, на мой взгляд, ну, нуждается в разборе. Да? Да? Потому что, ну, вот не нравится вам человек, если, вот не устраивает он вас. Как вы говорите, с самых, самых первых дней вашего знакомства он был вот такой. Да? Так и, по какой причине вы все равно с ним в таком случае. Понимаете? Я думаю, что если вы хотите для себя отношений, ну, настоящих, да, если вы хотите для себя отношений искренних, то мне думается, что необходимо все-таки с этим разобраться. Да, мне думается, что необходимо это понять. В первую очередь вам необходимо это понять. В первую очередь вам необходимо, значит, с этим поработать. Вот. что мне видится это так, мне видится это именно вот таким образом. то, что вы делаете, то, что вы совершаете, то, что вы задаете, ну, вот, что, какой вы задаете вопрос, да, это говорит о том, что вы, ну, все-таки не готовы к тому, чтобы, решать подобный вопрос, подобный вопрос, пока что, как это видится мне, по крайней мере. То есть проблема есть, проблема принятия, проблема отношений, а проблема отношений есть, вот, но вы ее не решаете. Вот. На данный момент, на данный момент, на данный момент вы ее не решаете. И, соответственно, вам нужно выбирать, либо вы будете ждать постоянно того, что человек изменится, и, соответственно, будете зависеть от него. В том, что изменится он или нет, да, вы будете зависеть от него, либо вы возьмете ситуацию все-таки в свои руки и будете уже действовать самостоятельно, да. Будете уже как-то самостоятельно отвечать за свою жизнь и за свое счастье. Вот. Но вполне вероятно, что до этого у вас нет ресурсов. И эти ресурсы при необходимости, при вашем желании, конечно же, можно поискать у вас, найти и использовать. Вот. Вот. На мой взгляд, вот, примерно, примерно так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. И если у вас остались вопросы какие-то дополнительные, да, вот, пишите их в личку. Я буду рад вам помочь. Я буду рад вам решить. Продолжение следует...